Видел превью твич конторы? Не, не видел. Чё-то про меня спиздал, как обычно, да? Ну, ну да, ну по-любому, ну. А, ну всё, вижу, да, 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 да. Опять да ёбаные монеты, да, якобы скам, якобы ещё что-то. При этом игнорируя все другие проекты, которые реально скамят людей почему-то, как обычно, обсасывают меня, где всё нормально, вместо того, чтобы обсосать реальный скам со стороны других стримеров, например. Или других блогеров, например. Или других проектов, например. Коих сейчас очень много, кстати. Но нет, зачем на это обращать внимание? Да пусть там скамят людей, давайте хелса пообсуждаем. Да, понакидываем говна на вентилятор. Твич контора зетник, зачем его смотреть? Братан, 90% людей зетников. Чё, вообще никого теперь не смотреть? Ну давай сейчас тогда не будем смотреть ничего. Будем сидеть в потолок. Я буду сидеть и стримить то, как я смотрю в стену. Стена не зетник. Смотрим в стену, блядь. Шо теперь? Чё делать-то? Как это мешает мне, блядь? Или тебе как это мешает? Почему нельзя посмотреть? Даже если какой-то чел зетник. Я вообще в шоке. Ой, блядь. Вчера, например, мне в пожилой ху** в комментариях какой-то чел капсом начал спамить. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лолстим. Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лолстим. Лолстим купить или продать. Выбор большой. Посети сайт. Выгодные прайсы. Если хочешь уиграть, посоветуй друзьям. Регистрируйся сам. Капсом начал спамить. Я репостнул, точнее, не репостнул. У меня был конкурс с пабликом Backdoor, по-моему, называется. С пабликом Backdoor. Совместный конкурс у нас был на PlayStation. Чел такой начинает, типа, спамить. А, нет, нет, не совместный. Просто я репостнул, получается, да? И чел пишет капсом. Ты чё, блядь? Этот паблик рекламирует Сбер. Ты чё, Хец, охуел? Ты зачем этот паблик репостнул себе? Потому что в этом паблике, оказывается, есть реклама Сбера, блядь. Я такой, типа, и? И чё? Ну, если ко мне придет Сбер, я тоже соглашусь и буду рекламировать их. А в чём проблема, я не понимаю. Я отписываюсь. Не надо, зачем? В чём прикол, блядь? А в чём он не прав? А в чём он прав, блядь? За бред вообще. Я не понимаю. Ну, и чё с того, что какой-то паблик рекламирует Сбер, блядь? Почему я не могу сделать репост этого паблика? Как рекламу, например, этого паблика. В чём, блядь, проблема? Никто не адекватно объяснит. Ну, Сбер не очень. Ну, так им все пользуются. Каким бы он не очень был. Все, блядь. Вот у каждого в России, почти у каждого, есть счёт в этом банке. В чём проблема, блядь? Ну, в тебе давно были зетовские звоночки, но после такого прям в колокол ебашишь. Ха-ха. А-а-а-а, блядь, гой, да. Я в хуй с людей вообще, блядь. Ты реально рекламировал бы Сбер? В чём проблема-то, блядь? Объясни. Я просто не понимаю. Ну, предположим, да, и чё? Деньги-то от рекламы я получу. Я получу, правильно? Я-то их в Америку выведу. Эти деньги будут в Америке. Оборот этих денег будет в Америке. Налоги оплачены будут в Америке. В чём, блядь, твоя проблема, что я возьму деньги от Сбера? Ну и? Ну да, я возьму эти деньги, и что? Ну да, я сделаю рекламу и? И, и, блядь. И что дальше-то? Сбер спонсирует войну? Прям напрямую это делает? Реально? Сбор устраивает на ВСРФ как жмиль? Я просто этого не видел. Не, я знаю, что владелец этого банка, там какой-то, блядь, приближённый к Кремлю, там, чел. Но ты понимаешь вообще суть всего этого? То есть, сколько рекламы, во-первых, будет у меня стоить? Да, сколько с этой рекламы, если пойдёт в самой России на какие-то там налоги? Какая-то будет мелочь, блядь. И не все налоги идут на войну в том числе. И даже если что-то 50 рублей, что, на носок, блядь, какому-то мобику, блядь. Ну, типа, вы это так притягиваете? Тем временем, те, кто это пишет, вероятнее всего, живут в какой-то стране Европы, которая спонсирует напрямую Россию, закупая в неё ресурсы. Возможно, вы даже живёте в Украине, да? А через Украину идёт газовая труба, блядь, в Европу, которая, опять же, даёт деньги России. Миллиарды, миллиарды. Или, может быть, вы в Америке находитесь, которая также закупает ресурсы у России до сих пор миллиардами? Долларов, блядь. Но при этом вы доёбываете меня, вы можете доёбывать какого-то блогера, который, о, боже мой, рекламу, блядь, взял у кого-то. И какие-то там 50 рублей, может, рубль максимум пойдёт куда-то, который вообще никакой роли не сыграет. Вы больные, нахуй, что ли, или чё? Ну, серьёзно. Большинство западных стран продолжает спонсировать войну миллиардами. Но нет, надо доёбывать какого-то там, я не знаю, блогера или какой-то паблик, блядь, который прорекламировал Сбер. Ну ты, хуй сос, от тебя отписка, блядь. При этом ничего вы не скажете ни про Америку, ни про Европу, ни хуя не скажете, даже про свою страну ни хуя не скажете. Возьми деньги за рекламу Сбер и закинь на ВСУ и все Сбер. Вот, поэтому я не совсем понимаю, почему я должен жертвовать, блядь, своими финансами. В угоду чего? Учитывая, что это ничего не даст, если я откажусь от этих денег. А если я, например, соглашусь их принять и потрачу здесь, в Америке, от этого я вижу только плюсы, в том числе и для Украины. Минусов я не вижу. Вот. А я при этом должен жертвовать. Да хуй там плавал, не буду я ничем жертвовать. Ради чего? Я понимаю, я бы жертвовал, если бы другие страны это делали. Если бы я видел желание других стран тоже как-то... Ёб твою мать. Этому противостоять, понимаете? Но этого нет, этого не происходит. Поэтому я и не вижу смысла. Ну да. Я считаю, это абсолютная глупость, какая-то бессмыслица. Вот и все. А если украинский банк пришел к тебе бы? Да я бы с удовольствием согласился на рекламу украинского банка. Вообще, типа, без проблем. Сбер не купит у тебя рекламу. Да, конечно, не купит, естественно, блядь. Стал бы он у меня покупать. Я же просто как в пример привожу. Если бы это случилось. Я бы это сделал. Я бы взял рекламу, да? Деньги бы я просто здесь тратил, в Америке. Не вижу в этом проблемы никакой. Типа, вы скажете, ага, ну ты бы прорекламировал, соответственно, им бы люди начали пользоваться. Им и так многие пользуются уже. Я не пропустил фильм. Нет, конечно. Так что, вот такие пироги. Го реклама монобанка? Да, блядь, с удовольствием, братан. Вообще без проблем. Вот бы взяли у меня эту рекламу монобанка. Я бы согласился, да? А чё? Что мне, жалко, что ли? Мне не жалко. Сам я звербанком никогда не пользовался. И, если честно, никому не рекомендую этим банком пользоваться. Я наслышан о разных историях. Как он работает, соответственно, да? Как он там счета может блокировать по еще хуйне какой-то. Поэтому я лично звербанком не пользовался. У меня там есть, конечно, счет, но я им не пользовался. Вот. Ой, блядь. Он так у меня просто где-то лежит. Мертвым этим. И все. Тильков. Альфа-банк. Но не звербанк. Хуже всего Тильков банк. Он по всякой хуйне блокирует карту. А зверу вообще похуй. Не, братан. Ты немного не шаришь. Тильков может блокировать тебе банк. Счет, да? Карту. Но ты звонишь. Или они тебе сразу звонят. И ты говоришь. Ну, типа, я просто хотел вот это купить. И я настоящий. И все тебе все разблокирует. А звербанк. Он может тебя заблокировать. И спросить. Откуда деньги? А докажи, что это твои деньги. Докажи, что ты их честно заработал. И отправить заявление в налоговую. И тебя начнут трахать. Вот что такое Сбербанк. У Тилькова я такого не наблюдал. Поскоряется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...